Боевые товарищи, друзья, сегодня отмечается памятное событие, которое стало одной из страниц воевой истории вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации. 22 года тому назад наши войска начали контртеррористическую операцию на Северном Кавказе за восстановление конституционного порядка. В результате войны было наконец-то достигнуто спокойствия в Сеченской Республике. Были сорваны планы исламистов по превращению Северного Кавказа в один из мировых центров террористического движения. Десятки тысяч воинов принимали участие в контртеррористической операции, проявили мужество и героизм, с честью выполнили поставленную задачу. К сожалению, не все участники этой операции вернулись домой. Торжественное мероприятие, посвященное 22-й годовщине начала конституционного террористической операции на Северном Кавказе, разрешите объявить открытым. Сегодня на митинге присутствует священник, начальник отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, отец Владимир Новиков, министр, председатель комитета... Дорогие друзья, от лица главы города Саратова Валерия Сараева, прежде всего, хотя бы поблагодарить боевое братство и лично Сергея Клементьевича Резнеязова за то, что благодаря их работе все памятные и трагические вехи биографии нашей с вами страны сохраняются, живут в памяти и достойно честуются все, кого мы помним, кем мы гордимся. И, конечно, с особыми словами благодарности и сочувствия обратиться к родным и близким, тех, кого мы сегодня вспоминаем. Они воспитывались вами так, что в буквальном смысле, по приказу Родины, готовы были жертвовать своими жизнями. Они общались со своими дедами, слушали их рассказы о Великой Отечественной. И вот эта память поколений давала им тот героический дух, благодаря которому они шли на подвиг. Да, правильно говорят коллеги, иногда на бессовестный подвиг. Но мы с вами их будем помнить и будем им гордиться. И чем ценнее та работа, которую сейчас в наших образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях проводят члены боевого братства. И рассказывают о тех героях, которые жили с нами, которые остались, может быть, безвестными, но их подвиг не остался напрасным. Поэтому низкий вам поклон. И всем вам, дорогие друзья, счастья, здоровья, а главное, всегда-всегда мирного неба над головой. Помните. Полковнику полиции Грачеву Алексею Сергеевичу. Уважаемые друзья, коллеги, служивцы. 22 года назад началась фундаменталистическая операция на территории Северо-Кавказского региона. К участию были привлечены много сотрудников, много военнослужащих. Как вы все знаете, войны начинают политики, а ведется война руками простых сотрудников и военнослужащих. Наши земляки участвовали в проведении фундаменталистической операции. Благодаря проявленному профессионализму, высокому мастерству удалось предотвратить террористические акты. Был уничтожен очаг терроризма на Северо-Кавказе. Была сохранена территориальная целостность Российской Федерации. Но, как было сказано, увы, не обошлось и бесплатить. В первой потере в 1994 году и понесли сотрудники специальных подразделений саратовской милиции, в том числе саратовский ОМОН. И, как говорят, пока мы живы, пока память жива от тех сотрудников и военнослужащих, которые погибли, они будут с нами, и мы будем их помнить. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, 22 года прошло со дня начала контртеррористической операции на Северном Кавказе. К сожалению, многие саратовцы не вернулись с этой войны, не объявленной войны, но реально проходившей. Но их жертвы были не напрасны. Они позволили сохранить территориальную целостность нашего государства. позволили впервые дать отпор внешним силам, которым очень не нравилась и не нравится сейчас сильная и самостоятельная Россия, наша Родина. Поэтому память о жертвах этой войны будет вечно в наших сердцах. Спасибо. Мне тоже с вас хочется поблагодарить всех присутствующих, тот, кто организовал эти мероприятия. От имени самого сечального союза семьи погибших военнослужащих. Здесь присутствует мафия, у которой больше 10 лет назад погибли дети на Чеченской войне. Эта война не объявленная. И очень часто приходилось нам, материалам, слышать какие-то речи, в которых было сомнение. Война это или не война. Почему наши дети оказались там? Поехали деньги зарабатывать или служить своей отчизнею? Конечно, все убеждены, что наши дети выполняли свой воинский долг. Я вернусь к вам зимой, опустившись снежинкой на родное лицо, в глубину грустных глаз, а потом обернусь горьковатой стезинкой. И скачусь по щеке. Вспоминайте о нас. Да, нам, родителям, осталась память, в которой мы чтим и благодаря этой памяти мы живем. Я хочу всем нам пожелать мира. Вот буквально неделю назад я вновь услышала, что в Сирии погибают медики. Мой сын был военным хирургом. Он сопровождал в Чечню новых парней, которые должны были нести свой долг, выполнять воинский долг там. Вертолет, большой вертолет Ми-26, был сбит над Канкалой. Мгновенно, по сути дела, сгорели 127 человек. Потом погибали в госпиталях. Я знаю, мой сын и другие наши дети до последней минуты выполняли свой воинский долг, спасая больных или в госпиталях помогая тем, кто должен был выжить и выживал. Я хочу пожелать, чтобы дети наших детей жили в мирное время и чтобы не коснулась их вот такая участь. Всем вам спасибо большое за то, что помните, за то, что жрите. Нам, матерям и вдовам это очень приятно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok